Здравствуйте, дорогие наши подписчики нашего канала Тверской Огородик. Ну вот, я с вами встречаюсь в этом году. Конечно, поздновато. Тот, кто смотрел мои обзоры, знает, что я прогуляла весь апрель в Сочи, в санатории. Вот сейчас я вам хочу показать свою клубнику. Конечно, она уже что-то отцветает у меня. Она смешана. Четыре сорта. И поэтому какой-то сорт раньше зацветал, какой-то позже где-то ягоды залезались. Ну, это вот молодая грядка. Но по сравнению с прошлым годом, даже мне как-то трудно сказать. В прошлом году я была очень довольна ею. Ну, в этом году вроде тоже неплохо. Ну, хотя месяц май очень-очень сухой. Очень сухой, поэтому как-то она вот, мне кажется... Ну, вот я говорю, что уже ягоды завязываются. А где-то ещё цветёт. У меня четыре сорта. Юнион, Королева Елизавета, Соната. Господи, забыла четвёртый сорт. И вот он у меня смешан. Ну, все сорта хорошие. Поэтому... Вот просто маленький обзорчик. Ну, тут вот вперёд уже отсвели. Тут уже завязь. Ягоды. Ну, всё равно будет, конечно, клубника. Будет, может быть, не столько, как в прошлом году. Вот у меня, видите, две грядки такие. Там полгрядки, и там земляника ворон. Всё посажено позже в этом году. Просто у людей картошка зашла. У меня ещё только-только чуть-чуть начинает сходить. Ну, зато, как говорят, прогуляла. Ну, я думаю, ничего. Всё будет нормально. Так что вот моя клубника. Я говорю неравномерно, потому что разные сорта. И какие-то пораньше зацветают. Какие-то чуть позже. Вот эта грядочка. Это вот усы. В этом году я посадила усы. Вот буду накрывать эту грядочку. Так что тут только-только усы. Только молодая грядка. Ну, а теперь плавно переходим, мои хорошие, в теплицу. Вот такие у меня помидоры. В этом году у меня, по-моему, 6 или 7 сортов. Вот этот вот край у меня. Санта-Марцана. Вот тут начинается мармандер. В прошлом году я вам показывала. Он очень высокорослый. Но они ранее вот 9 корней. Меня больше я не стала сажать. Ну, а вот этот ряд, он весь. Это, конечно, мой любимый новичок. Я ему всегда даю предпочтение. Вот это новичок. Ну, а теперь тут у нас идет Дебарал. В этом году тоже посадил. Я когда-то сажала этот сорт. Посадила в этом году. Ну, и вот тут, в самом начале, с этой стороны, вот эти вот помидоры. Они будут очень высокие. И кисти у них будут длинные-длинные. Это прайер. Я такие помидоры никогда не сажала. Они уже цветут. Уже даже завязываются помидорчики. Ну, вот я так поняла, что вот эта кисть, вот она все длиннее-длиннее будет. Будут очень длинные. Если будут. Если я смогу вырастить. Вот у меня их 5 корней. А это вот они низкорослые помидоры жигола. Они выше 50 сантиметров не бывают. И очень быстро они... Ну, это скороспелка. Уже в конце августа сезон уже от них отходит. Уже можно убирать ботву. А это вот сунула перчик. Он такой горшечный. Мини перчик. Ну, посмотрю, он стал какой-то угнетенный. Ну, я его решила, думаю, вот среди вот этих низких помидор суну его. Даже не стала рассаживать. Потому что перец вообще тяжело у меня приживается. Вот. Ну, и вот тут вот у меня начинается половина ряда. Тоже начинает зацветать. Это леденец. И вот отсюда начинается Донна Прима. Новые сорта. Не знаю, как будет, но... Это новые сорта. Ну, и сейчас я вам покажу общий вид. Я вот колья такие ставлю большие. Потому что, где высокие, они по два с лишним метров. Да и эти хорошо поднимаются. То есть все вот... Я ставлю такие вот высокие колья. Не люблю подвязывать ни шпагатом, ничем. Пробовала. Все это неустойчиво. Все это не нравится мне. А тут у меня четко, ясно. И обрабатывать хорошо, и подвязывать хорошо. Ну, а вот, дорогие мои, я хочу показать вам свои огурцы. Ну, где-то дней 10 назад я сажаю их сухими семенами. Не замачиваю. Здесь у меня 7 сортов. Вот эти вот три лунки. Это вот самый дорогой сорт уран. Было 8 семечек. Зашли по 2. То есть 6 штук из 8. 6 штук. А дальше очень хорошо. Практически 100%. Я потом вам напишу, какие сорта у меня тут посажены. Вот. Две недели назад я их сеяла сухими семенами. И очень быстро, через 3 дня, они все, все как солдаты. Обычно как-то не очень дружно. А тут настолько дружно, что просто практически все в один день уже проклюнулись. Через 3-4 дня. Ничего приятнее нету, чем развеяв сладкий сон. Выпить рюмочку к обеду с малосольным огурцом. Огурец короткоплодный, родниковая вода. Если есть рассол холодный, значит горе не беда. Ну и, дорогие мои, в дополнение ко всем обзорам по помидорам, огурцам, клубники, я хочу вам показать вот такой препарат. Жмых горчичный. Вот сейчас вот, после того, как я вам сняла, я займусь вот этой работой. То есть, я начну этим жмыхом, ну, я ее называю горчицей, но это жмых горчичный. Буду обрабатывать клубнику, буду под кусты везде сыпать, как бы присыпать. Под помидоры, под огурцы. Прекрасный вот этот жмых является великолепным органическим удобрением с фитосанитарной функцией. Снижает риск поражения, значит, болезней и вредителей. То есть, вот если мы здесь посмотрим, тут вот написано. Жмых лечит. Многие бактериальные болезни отпугивают слизней, проволочников, долгоносика, нематод, грызунов. Помогает бороться с луковичной, морковной мухой. Очищает почву от корневых гнилей и подавляет развитие фитофторы. Жмых горчичный – экологически чистое, высококачественное, органическое удобрение. По комплексному содержанию элементов питания и органического вещества жмых горчичный более чем в 10 раз эффективнее перепревшего навоза и в 5 раз эффективнее биогумуса. Так что, вот мои хорошие, я вам всем рекомендую. Я уже пользуюсь им третий год и он мне очень нравится. Я вот это сейчас все грядки обработаю, все буквально, знаете, как припудриваю сухим. Посыплю все грядки, почву, помидор, а потом уже я обложу сеном. Также и огурцы вы можете обработать, ну и потом, что там вы эмульчируете, чем соломой, сеном или еще что-то. Или, как говорится, там ничем. Но по клубнике я пройду обязательно и по огурцам и помидорам. Так что рекомендую. Очень-очень хороший препарат. Ну вот, дорогие мои, теперь я вам показываю. Я вам вот только что рассказала про горчичный жмых. И вот я обработала грядки с клубникой. Если у вас покрыты грядки, то вот так под каждый кустик сыпите, обсыпаете. А если вот у вас грядка не покрыта ничем, как у меня вот эта грядочка, я буквально все припушила, присыпала. А потом, ну не сегодня, а через какое-то время, но дня через два я тут соломкой все обложу, как говорится, замульчирую соломой. Она у меня не покрыта, потому что тут кусты неравномерно посажены. И очень тяжело накрывать. Так что вот так вот я вам советую. Он не очень дорогой, этот порошок. В прошлом году где-то 79 до 80 рублей покупали. Ну в этом году, конечно, дороже. Где-то до 100 рублей. И так же я буду вот присыпать грядки в теплице, помидоры обязательно. Очень хорошо, никакая зараза не лезет, не желтеет ни листья, ни ничего. И огурцы так же буду обрабатывать. Ну а они у меня накрыты, ну значит я буду только лунки присыпать. Ну вот, все, что я вам хотела и сказать. А на даче благодать, свежий воздух, как нигде. Мы поедем отдыхать, говорила теща мне.